День города в студии Валерий Седов На тех выборах была явка довольно низкая Около 20%, 82% людей просто не пошли на выборы А потом говорят, что голос ничего не решит Это не так, голос решит И если сейчас будет явка более 50%, то результаты в городской думе будут совсем другие, нежели 5 лет назад Однако явка традиционно оказалась одной из самых низких Лишь каждый пятый рязанец пришел на участок Это около 22% жителей Это единственные выборы в Рязани, где люди себе выбирают власть У нас нет всенародных выборов, прямых выборов мэра города У нас нет выборов депутатов, как это в Москве происходит, каких-то префектур У нас есть единственный орган в городе Рязани, который отвечает за распределение бюджета Который отвечает за всю жизнедеятельность нашего города перед избирателями Рязанцам предстояло выбрать 40 депутатов 20 из них прошли в Рязанскую городскую думу по партийным спискам Лидером стала партия «Единая Россия» Она набрала более 36% голосов Партии КПРФ и ЛДПР набрали около 20% Партия «Справедливая Россия» более 9% Партиям «Коммунисты России», «Родина» и «Яблоко» Преодолеть 5% барьер не удалось Для того, чтобы жизнь людей была такая, каким бы им самим хотелось Я считаю, что им всем необходимо прийти на участок и выразить свою позицию Ну, нужно это для чего? Для того, чтобы депутаты будущей думы принимали решения исключительно в интересах большинства жителей города Еще 20 депутатов войдут в состав Рязанской городской думы по одномандатным округам На эти места выдвигались 83 человека Они подробно рассказывали о своей трудовой биографии, уровне заработка, а также принадлежащем им имуществе По итогам голосования «Единая Россия» получила 17 мандатов ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия» по одному Все шли с разными идеями, с разными предложениями, с разной повесткой Но, наверное, больше всех рязанцев, конечно, волнует тема решения наших насущных проблем Проблем, которые относятся к именно полномочиям муниципальных органов власти Так как мы сегодня избираем городскую думу Также 9 сентября прошли дополнительные выборы депутата Рязанской областной думы По одномандатному избирательному округу номер 10 Победителем голосования стал Владимир Матеркин из «Единой России» Задачи перед депутатами три, самые основные Первое, это, конечно, принимать нормативные акты В интересах городских жителей, в интересах города Второе, это встречаться с избирателями как можно чаще И доносить их позицию до исполнительной власти Ну и третье, конструктивно взаимодействовать с исполнительной властью Для того, чтобы это было не просто критиканство какое-то Для того, чтобы это не только выявление недостатков Но и участие в их устранении Напомним, что 9 сентября стало единым днем голосования в 80 регионах страны На участках ждали 65 миллионов избирателей Которые приняли участие в 4700 выборов разного уровня Галина Кудряшова, Игорь Глотов, телекомпания «Город» Пришлось топором открывать забитые школьные двери Во время учений по пожарной безопасности в Льговской школе Начальник главного управления МЧС Сергей Филиппов Наглядно показал руководителям отделов образования разных районов Какому нормативу должен соответствовать размер входной двери Чтобы эвакуация при пожаре прошла успешно Об учениях спасателей в нашем следующем сюжете По легенде учений в школе из-за неосторожного обращения с огнем Произошло возгорание, сработала пожарная сигнализация Учителя сразу же эвакуировали детей На место приезжает первый расчет, оценивая ситуацию Уясняется, что три ребенка выйти не смогли Спасатели сразу же вызывают подкрепление и неотложку Первый ребенок обнаружен, он на третьем этаже Чтобы его спасти, разворачивает так называемый куб жизни На это уходит всего 7 минут Спрыгнуть на него можно с высоты до 15 метров И вот первый условный заложник огня спасен Пострадавший успешно был эвакуирован Вернее, спасен на куб жизни И сейчас пожарный расчет производит его доставку В автомобильской медицинской помощи В это время пожарные продолжают искать остальных детей Второго спасают при помощи петли На специальной веревке спускают вниз Единственный участник учений ученик, а не манекен В роли третьего пострадавшего Его находят в коридоре, надевают специальный шлем Позволяющий дышать в задымленном помещении И выводят из школы Сначала испугался Потом, когда пришли, очень быстро надели маски И помогли выйти спокойно Реально, не знаю, страшно, конечно, стоять Но спасут и все равно должны спасти Работу над ошибками начальник главного управления МЧС Призанской области проводит сразу же на месте В условиях учений из школы успели эвакуировать всех учащихся Спасти всех условных пострадавших Но что было бы, случись настоящий пожар Раз, два, три, четыре 80 сантиметров Сколько должно быть? Давайте детям хором Путь эвакуации должен быть не менее метра двадцать Решить проблему предлагают сразу же Открыть дверь при помощи пожарного топора Здесь сначала оторвать надо Видишь, у них забито все Отрывай Ты же принимал О, молодец Дальше открывай теперь Давай, ломай, ломай Молодец, еще раз Молодец Вторую дверь выбиваем Давай, давай, выбирай Раз Так Наказывать руководство этой школы не будут А руководителям отделов образования из районов Которые присутствовали на учениях Теперь нужно проследить Чтобы эвакуационные выходы и выходы из школ Требуемым нормативам соответствовали В каждой школе пройдут такие занятия Без исключения Просто мы сегодня собрали Для того, чтобы показать руководителям А в каждой школе проведут директора И с практической отработкой вопросов С участием пожарно-спасательных подразделений Подобные учения пройдут в учебных заведениях региона До 20 сентября Дина Ислева, Станислав Кудряшов Телекомпания «Город» Практически еженедельно в социальных сетях Появляются люди, которые предлагают Подработать незаконным способом Заняться распространением и закладкой наркотиков Многие разумно отклоняют это предложение Другие же соглашаются Для таких итог печален Так в Рязани с поличным задержали Закладчика синтетических наркотиков Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы Подробности далее Два шприца с раствором И 18 грамм синтетического наркотика Изъяли сотрудники полиции 36-летний мужчина распространял их бесконтактным способом За остановкой общественного транспорта В поселке Дядьково Он фасовал запрещенные препараты В полиэтиленовые пакеты Преступника задержали с поличным В дальнейшем полицейские обнаружили Два тайника, сделанных им на улице Верхняя в Рязани В которых находилось около 2 граммов наркотика По оперативной версии Неработающий мужчина является курьером-закладчиком Одного из интернет-магазинов Он получил оптовую партию запрещенного наркопрепарата Производного N-метилофедрона И подготавливал ее к распространению В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело Покушение на незаконный сбыт наркотиков В крупном размере И хранение наркотиков в значительном размере Известно, что преступник орудовал Как на территории Рязани, так и выезжал в область В настоящий момент по решению суда Мужчина арестован, ему грозит до 15 лет лишения свободы За прошедшую пятницу и выходные дни На дорогах Рязанской области зарегистрировано 15 дорожно-транспортных происшествий В результате которых 1 человек погиб И 17 человек получили травмы В регионе произошло 96 ДТП С причинением материального ущерба Автовладельцам Инспекторами Дорожно-патрульной службы ГИБДД Выявлено свыше 7 тысяч нарушений правил дорожного движения Задержано 17 водителей В состоянии опьянения В пятницу 7 сентября произошло дорожно-транспортное происшествие С участием пешехода Примерно в 22.20 в городе Михайлове 19-летний местный житель Управляя жигулями 14 модели Совершил наезд на предварительно Находящегося на проезжей части Мужчину, который от полученных травм Скончался на месте ДТП По факту ДТП проводится проверка Все обстоятельства уточняются Личность пешехода устанавливается Его приметы среднее телосложение Короткие темнорусые волосы Возраст 55-60 лет Мужчина одет в синюю рубашку с длинным рукавом Брюки серого цвета и черные кроссовки В тот же день в районе 6 часов вечера Во дворе одной из многоэтажек На Шереметьевском проезде Загорелся автомобиль В результате происшествия Никто не пострадал Причина возгорания устанавливается Специалистам предстоит определить ущерб В субботу примерно в 3 часа дня У дома номер 59 на улице Гагарина 55-летний водитель маршрутного такси Форд Фокус Врезался в ехавший в попутном направлении ВАЗ-2114 За рулем легкового автомобиля была 30-летняя женщина Травмы получили пассажирки маршрутки 59 и 76 лет А также 10-летний мальчик из легкового автомобиля На следующий день 9 сентября В торговом городке загорелась палатка Сообщение о возгорании поступило в МЧС В половине четвертого дня Огнем была повреждена металлическая отделка павильона Теперь предстоит установить причину случившегося И размер ущерба Пожар произошел и в понедельник 10 сентября в 5 часов 43 минуты поступило сообщение о пожаре в Михайловском районе Огнем уничтожен автомобиль В 5 часов 56 минут пожар был локализован В 6 часов 6 минут ликвидирован Пострадавших нет Причина пожара и ущерб останавливаются На пожар выезжали и принимали участие в тушении Три человека личного состава Государственной противопожарной службы Один пожарный автомобиль Валерий Седов, Станислав Кудряшов Телекомпания, город 18 августа в Рязани регионе открылся сезон осенней охоты На водоплавающую, болотно-луговую, полевую и степную дичь Продлится он до 15 ноября Охотники должны соблюдать определенные требования техники безопасности Чтобы не нарушить закон Однако за практически месяц охоты Уже выявлено несколько десятков нарушений 52 охотника были привлечены к административной ответственности В ходе профилактических мероприятий Сотрудники Росгвардии выявили нарушения Которые связаны с несоблюдением правил охоты, хранения, ношения, транспортировки и использования оружия За различные нарушения в сфере оборота оружия У граждан было изъято 9 единиц эмистрельного оружия И 47 патронов к нему 5 владельцев оружия были привлечены за нарушения правил перевозки, транспортирования оружия и патронов к нему Операция получила название «Охота» Она стартовала одновременно с открытием охотничьего сезона в регионе 18 августа Впервые в рейдовых мероприятиях были задействованы катера Рязанского линейного отдела МВД России на транспорте Это позволило проверить ранее недоступные прибрежные зоны реки Аки Для нарушителей предусматриваются административные штрафы в размере от 500 рублей до 3000 рублей И также лишение лицензии на оружие, ну и даже изъятие оружия Охотничий сезон продлится до 15 ноября Осенний период посвящен охоте на водоплавающую, болотно-луговую, полевую и степную дичь При этом пока серьезных нарушений выявлено не было С любителями пострелять регулярно ведется профилактическая работа Однако сотрудники Росгвардии напоминают, что во избежание трагедии транспортировать оружие можно только в чехле При этом патроны должны храниться отдельно Записаться к врачу из дома не получается уже месяц Система электронной записи функционирует только в двух медучреждениях В Шиловском и Чучковском районах Получить талон через терминал также не получится в нескольких поликлиниках города Поэтому у регистратуры выстраиваются большие очереди В Министерстве здравоохранения Рязанской области рассказали, что в настоящее время продолжается переход на новую информационную систему Она позволит пациентам удаленно воспользоваться куда большим перечнем услуг, чем обычная запись к специалисту Можно будет вызвать врача на дом, получить данные о полисе ОМС, а также доступ к электронным медицинским документам Точная дата запуска новой системы неизвестна По плану технические работы займут еще около месяца Благоустройство дворовых территорий тема, как оказалось, довольно спорная Одни жители хотят, чтобы детская площадка заиграла новыми красками, а старые деревья вырубили Другие же, наоборот, настаивают на сохранении старого вида площади Как благоустроить придомовую территорию и можно ли избежать разногласий, расскажем прямо сейчас В декабре 2017 года заявку на благоустройство придомовой территории подали около 80 домов Рязани Одобрено только 14 Теперь они входят в программу формирования современной городской среды города Рязани Принятие того или иного решения происходит не сразу Вначале несколько совещаний Проведены были конкурсные мероприятия в декабре прошлого года Они начались где-то в октябре, набирались заявки В нее в заявку входил дизайн-проект Стоимость данного мероприятия, которое называлось благоустройством Было подано порядка 75-78 таких заявок на декабрь месяц Потом произошел отбор и данный двор попал в комплексное благоустройство Эту программу дворовой территории, так как выиграл Речь идет о дворовой территории между домами 32 и 34 по улице Новоселов Местные жители обратились в редакцию нашей телекомпании Утверждая, что работы по благоустройству проходят без их согласования Спилены старые деревья, выкопаны скамейки и фонарные столбы Однако Эдуард Алтунин утверждает обратное Дом попал в заявку еще в декабре прошлого года Территория эта теперь изменится до неузнаваемости Появятся детская и спортивные площадки, парковочные места А также будет приведено озеленение территории К тому же двор между домами 32 и 34 по улице Новоселов непростой Он получит наименование Тула в знак дружбы между городами А в Туле, соответственно, появится двор с именем Рязань А спорить благоустройство у жильцов вряд ли получится Дизайнерские проекты, сметная документация уже согласованы Притом, по словам Эдуарда Алтунина, за видоизменение территории Проголосовало две трети жильцов По словам специалистов, недовольные благоустройством жителей есть всегда Но и найдутся те, кто наоборот хочет, чтобы территория перед домом Изменилась в лучшую сторону Сделать это не так уж и сложно В настоящее время собственники домов Ну, собственники это либо товариство собственников жилья Председатель ТСЖ Либо же управляющая компания А также старший по дому активный Который с управляющей компанией тесно работает Могут в настоящее время уже начинать работу По формированию самого дизайн проекта Самой схемы расположения элементов благоустройства Ее осмечивание Ну и приносить эту заявку уже к нам Правда, здесь есть и несколько тонкостей О которых жителям нужно знать заранее Например, надо быть готовым к софинансированию благоустройства территории Это примерно 10% от заявленной суммы в проектно-сметной документации Также надо быть готовым участвовать непосредственно в самих работах В остальном все остается без изменений Если придомовая территория попадет в программу То жильцов об этом известят Сами работы продлятся около 2-3 месяцев И уже через это время двор заиграет новыми красками Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город» Климатическое лето в 2018 году на территории Рязанской области Оказалось почти на месяц длиннее нормы Бабье лето будет продолжаться в более умеренном сентябрьском формате По сообщениям синоптиков, во вторник бабье лето уже закончится 12 сентября температура, по прогнозам синоптиков, должна опуститься под влиянием антициклона В четверг в город придут ливневые дожди Дневная температура опустится до 17-22 градусов по Цельсию Это были все новости на данный момент Еще больше информации вы сможете узнать на нашем официальном сайте город62.тв и в группе в соцсетях А на этом я с вами прощаюсь Хорошего вам вечера и до встречи в эфире Мама спит, она устала, в пробках два часа стояла До работы далеко, добираться нелегко Каждый день ее я жду Грустно мне бывает, потому что мамочки мне очень не хватает А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету Будет времени в запас, переезжаем в Еврокласс Это в центре, здесь все рядом, всей семьей мы очень рады Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс! Строительная компания «Зеленый сад» Предлагаются участки под жилищное строительство В коттеджном поселке Караси 15 минут их езды от Рязани Великолепная природа Каскад из четырех прудов Собственный пляж Дубовая аллея Все необходимые коммуникации Чистый воздух и тишина Все для комфортной и уютной жизни Подробности на сайте караси62.ру Субтитры создавал DimaTorzok